Как сообщает проект Воргонза, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Нижметин Садыхов отстранен от службы в связи с причастностью к деятельности ГРУ России. Очевидно, он ударился в бега. Садыков известен своим высказыванием против турецких военных советников, месяц назад на совещании он сказал властям, если мы отдаем туркам армию, может и жен своих тоже. Наверняка турки не простили ему этого и дали распоряжение своим спецслужбам взять его в разработку. Вспомнили, что он наполовину горский еврей родом из Дербента. Видать провалы в военных действиях надо оправдать перед азербайджанскими гражданами. Победоносность азероскеров плюс-минус туркоаскеров плюс-минус игиловцев сводится на нет армянскими бойцами. Уже не проходит с тема роликов, где дроны уничтожают армянскую АСУ, которая оказалась фанерным макетом. А это – мнение российских военных экспертов. Первое, что им бросилось в глаза – это отсутствие расчетов, да может быть в самой установке на дежурстве находятся двое, но рядом всегда находятся другие. А ролик, в котором якобы армянских бойцов бросили, один кричит, нас оставили одних, и при этом все снимает на телефон. Чушь. В этой ситуации не до телефона, кругом бой. Мы уже не говорим о том, что телефоны запрещены на постах, даже когда нет боевых действий. Мы это к тому, что мечты о разгроме Нагорно-Карабахской республики Арцах становятся все призрачнее, и Алиеву надо как-то объяснять Мимишу, Мамеду, Хисяну и даже Афлатуну, как получилось, что опять по щам надавали. Ну вот и нашли крайнего. Парламент Нагорно-Карабахской республики обратился к коренным народам Азербайджана. Представляем вам это обращение. Дабы уберечь вас от того, чтобы быть убитыми по прихоти бакинских властей, мы обращаемся к коренным народам Азербайджана. Лизгинам, Талышам, Аварцам, Татарам, Удинам, Сахурам, Ингелосам, Рутулам, Шахтагам, Курдам, находящимся на грани ассимиляции. Первое. Избегайте призыва, выезда на передовую, участия в военной агрессии против народа Арцаха, всеми возможными способами, в том числе покинув территорию Азербайджана. Уехавшим из Азербайджана и не желающим участвовать в агрессии против Арцаха, будет оказана соответствующая помощь соответствующими структурами армянской диаспоры в других странах. Второе. В случае появления на передовой постарайтесь не участвовать в активных боевых действиях, а по возможности постарайтесь сдаться представителям вооруженных сил Арцаха. Желающие сдаться должны показать, что они не вооружены при пересечении границы, вывесив белый флаг или кусок белой одежды на голове, чтобы было заметно. Сразу после капитуляции, заявив, что он принадлежит к коренному народу Азербайджана, человек будет считаться не военнопленным, а гостем, и будет принят в соответствии с правилами гостеприимства, принятыми коренными народами этого региона на протяжении тысячелетий. По своему желанию, эти люди решат, остаться в Арцахе или уехать в другую страну. Желающим покинуть Арцах, будет оказана соответствующая помощь, включая документы, для безопасного переезда в третью страну и поселения там. Республика Арцах, как свидетельство дружественного и невраждебного отношения к коренным народам Азербайджана, готова передать без каких-либо предварительных условий, тела погибших, в результате агрессии против нас представителей коренных народов Азербайджана. Родственники погибших военнослужащих, могут обратиться в соответствующую службу Республики Арцах, для организации этого процесса. Первые дни боев в Нагорном Карабахе демонстрируют ограниченные военные возможности Азербайджана. Есть определенные успехи на низких горных высотах и есть проблемы восстановления контроля над высотами в Нагорном Карабахе, которые находятся в руках сил обороны НКР. Баку так и не может пробиться в горы. Дальнейший ход событий зависит от множества внешних факторов, в том числе и от реакции России. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после начала 27 сентября боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Совместное заявление, 15 состоящих в этом органе государств, оказалось лаконичным. СБ ООН призвал конфликтующие стороны немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий. Он также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы АБСЕ, выступающей с посреднической миссией по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Это не то, на что рассчитывал Баку, полагавший, что будет принята резолюция, наподобие прежних, времен 1990-х годов, в преамбуле которых всегда присутствовал тезис о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Одновременно состоялось заседание Постоянного Совета АБСЕ, на котором присутствовали представители 57 государств для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Делегаты стран, сопредседатели Минской группы АБСЕ, подтвердили призыв конфликтующим сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта. При этом личный представитель действующего председателя АБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспаршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта, указав, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Он также указал, что АБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация. Как видно, переход Азербайджана к силовому сценарию решения карабахской проблемы не находит поддержки со стороны мирового сообщества. Баку оказывается в международной изоляции, что свидетельствует о полном провале его дипломатии, оказавшейся не способной обеспечить соответствующие политико-дипломатическое и информационное прикрытие новой войны в Нагорном Карабахе. По мнению известного польского эксперта по Кавказу Войцеха Гурецкого, президент Азербайджана Ильхам Алиева допустил серьезный просчет в оценке ситуации, полагая, что ему удастся вписаться в схему глобального давления Запада на Россию. По словам эксперта, в Баку не осознали того, что Запад давно утратил интерес к Кавказу и в каком-то смысле передал дела Москве. Отсюда попытки Алиева выставить, по словам Гурецкого, своего союзника, президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, а не Владимира Путина, в качестве единственного гаранта стабильности и безопасности в Закавказье. Как считает шеф Кавказской программы, британского исследовательского института ЧСМ Хаус Лоренс Бройерс, к таким действиям его поталкивало и ощущение дипломатического поражения в переговорном процессе в формате минской группы АБСЕ, когда стало очевидным, что у Азербайджана нет других рычагов, чтобы изменить ход событий, кроме как дестабилизировать обстановку, переходя к силовому сценарию. По мнению Бройерса, в ситуации, когда США самоизолировались, Алиев выбирал между Турцией и Россией и сделал ставку на Турцию как главного геополитического патрона. В дипломатическом смысле Баку проигрывает и пытается прикрыть свое поражение через вывод конфликта на уровень вовлечения Анкары, что должно вызвать определенную реакцию со стороны Москвы. Вот почему нынешняя война в Нагорном Карабахе приобретает принципиально новые характеристики, и проблема уже в том, как будут и будут ли использовать это в своем арсенале, сопредседатели минской группы АБСЕ. Ведь оказались перечеркнутыми прежние соглашения и договоренности о прекращении огня и мирному регулированию. Выступив в роли инициаторов новой войны, Азербайджан и Турция создали для Армении более благоприятную, чем прежде, ситуацию для официального признания Нагорного Карабаха. Однако будущие перспективы развития региона в настоящее время зависят не столько от дипломатической активности, сколько от исхода вооруженного противоборства на поле боя. По оценке многих западных военных экспертов, первые дни боев в Нагорном Карабахе демонстрируют ограниченные военные возможности Азербайджана, определенные успехи на низких горных высотах и проблемы восстановления контроля над высотами в Нагорном Карабахе, которые находятся в руках армянских военных сил. Азербайджан так и не смог пробиться в горы. Дальнейший ход событий зависит от множества внешних факторов. Турецкое издание «Вренсел» считает, что все еще только начинается, поскольку Анкара намерена создать на южных задворках России Кавказский фронт, взорвать геополитические мины, заложенные в Карабахском конфликте, включить его в ось противостояния Ближний Восток, Северная Африка, Восточное Средиземноморье. Азербайджан для Турции является проходной пешкой в этой гроссмейстерской игре сразу на нескольких досках. Помимо того, «Вренсел» утверждает, что война в христианском Нагорном Карабахе – это еще и демонстрация силы Анкары, адресованная христианской Грецией и всей Европе, с которыми Турция конфликтует не только из-за газовых месторождений. Но это – игра Эрдогана. А на что рассчитывает Алиев, понимая, что Москва так или иначе и рано или поздно будет вынуждена активно вмешаться в ход событий в случае дальнейшего разрастания конфликта в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...